Между тем, буквально штурмом сегодня брали и городскую поликлинику. Правда, не люди в масках, а ветераны, инвалиды и больные, нуждающиеся в защите и поддержке. Люди всего-то хотели получить положенные им льготные лекарства, однако на деле это оказалось не так уж и просто. В этом убедился Сергей Соголов. Безобразие, самое настоящее. Издевательство над инвалидами, над пенсионерами, над старыми людьми, которые не могут доживать свои последние дни и стоят из-за того, чтобы получить какую-то помощь. И это одно из самых мягких высказываний, которые слышатся в живом потоке, который стремится к заветному окошку. Вахту держат с раннего утра. Я приехала 20 минут, а потом еще и гроба. Я была 60 или 70. Дело в том, что если не получить медикаменты сейчас, то на месяц остаешься без жизненно важных лекарств. И таких случаев даже не единицы. Я страдаю лет 10 бронхиальной астмой. И вот уже с января месяца по рецепту не могу получить. Бесплатный, причитающий. Не знаю, вот сейчас стоим. Приехали давным-давно, получим или нет. Поэтому следует министру здравоохранения обратить внимание. Инвалиды и ветераны с боем прорываются к спасительной аптеке. Только в порядке живой очереди. Там есть инвалиды или же участник великой отечественной, это не учитывается почему-то. Но надо было учесть, если больные, инвалиды первой группы есть. Что он будет стоять там сзади, толкаться? Из-за гнева толпы, а скорее из-за появления нашей съемочной группы, к народу все-таки вышла заместитель главного врача по лечебной работе. Зачем вы приходите с шести? Полиавтека работает с восьмидесят. А зачем вы вообще вот это сделали? Потому что поставка идет в конце месяца, в начале месяца. Я понимаю, но раньше такого не было. Это же вы сами стали приходить. Врач продолжал оправдываться, что не все препараты поступают вовремя. Идет федеральная задержка. Они подойдут, но позже. В принципе, сейчас мы часть препаратов заменяем на другие аналогичные препараты. То есть вы не считаете, что нужно обязательно первого числа приходить? Конечно, да. Если первого не придешь в восемь часов, в шесть часов, уже не получишь. В девять часов уже ничего нет. Ажиотажа и очередей можно было избежать при наличии определенного графика. А пока картина повторяется каждый месяц. Вот, пожалуйста, себе корта уже нету. Зачем я стояла? Сергей Соголов, Борис Геленов, телекомпания «Оригус».